ХИТ-ТИВИ представляет Это новое мистическое реалити-шоу «Другие». А это его участники и их первое задание — определить, кто будет ведущим проекта. Казах — худой, немаленький, высокий. Обыкновенный костюм, белая рубашка. Высокий, да, я согласна. Мне кажется, более плотного телосложения, достаточно такого солидного вида. Мужчина где-то лет 35-40. Средней упитанности и где-то среднего роста. Вообще, я считаю, что это будет мужчина 30 лет. Личная жизнь состоявшаяся уже. В финансовом плане достаточно хорошо стоит на ногах. И, в принципе, я думаю, что темненький все-таки. Мужчина приблизительно где-то с моего роста. Чуть-чуть плотноватый такой, сбитый, как бы накачанный. В азиатской национальности волосы приблизительно где-то как у меня. Лет от 30 до 35. Не сильно высокий. Среднего телосложения. Но я бы не сказала, что он чистый казах, как бы по национальности одет. Но у него что-то кровь смешная, потому что у него тон, цвет лица более светлый. И одет он очень солидно. На вид очень скромный, серьезный мужчина. Почувствовали, да? Да. Мы его прошли. Кому-то хватило и одного раза пройти по многолюдной улице. Кто-то возвращался вновь и вновь. Но 10 минут оказалось вполне достаточно, чтобы почувствовать энергетику ведущего. Но правы ли другие? Сегодня в программе. По сути, ничего особого я здесь не чувствую на этом месте. Вообще ничего ровно идет. Почему-то у меня чувствуется, что здесь плача женщины какой-то идет. Погибли, спаслись, погибли, спаслись. Я не могу понять, то ли погибли они, то ли спаслись в этой ситуации. Говорю, как надо, как не надо. Как будто вот отпуск идет, как будто вот на какое-то время решил отдохнуть от работы. Я каждый день вижу кровь, кишки. Ну я, наверное, хиппи в душе. На душе вам тяжело после разрыва. Как-то очень тяжело разрыв произошел почему-то. Вот результаты. Все оказались неправы. Но это было первое испытание. И его можно? Нет, нельзя списать на волнение. Они ведь знали, куда идут. Здесь недостаточно гадать или угадывать. Здесь нужно чувствовать. Это проект «Другие». И я его ведущий Андрей Ломайский. Народные целители, черные и белые ведьмы, ведуньи и абстрасенсы. Каждый из нас так или иначе сталкивался с их миром. Миром загадочным и непознанным. Маги они или шарлатаны? Посланники неба или орудия ада? Неизвестно. Как неизвестно и то, действительно ли они другие? Или мастерски играют на судьбах людей, их эмоциях, страхе? Судите сами. Наши участники. Денис Суслов. Целитель. Предсказатель. Поисковик. Светлана Письменная. Эксперт психологического моделирования. Оксана Рудниченко. Ясновидящая экстрасенс. Гульчихра Мирзалеева. Потомственная целительница экстрасенс. Натаэла. Потомственная предсказательница. И Индиго Дмитрий Гонзенко. Теперь вы их знаете не только в лицо. На каждом этапе участникам придется пройти непростые испытания. И определить, вымышленное ли это задание или все в нем верно. Это не игра на выбывание. Экстрасенсам будет дан шанс реабилитировать себя в следующих программах. Главный приз получит тот, кто окажется ближе всего к истине. Но до этого еще далеко. А теперь моя очередь познакомиться с ними лично. Снимите ваши повязки. Вам плохо? Не, 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 очискаться. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Амайский. Я ведущий проекта «Другие». Сначала я его немножко испугался. Ну, энергетический какой-то вот не то, что страх, а какой-то мандраж чувствуете. Я удивилась, что он вот намного меньше, чем я предполагала. Энергетика у него абсолютно позитивная, но так как ведущий пытается казаться таким жестковатым. На вид он очень строгий, серьезный, но слишком в душе добрый. Когда я его увидела, я не разочаровалась для себя, собственно. Вы все заявили, что у вас есть дар, что вы другие. И что вы не будете использовать свой дар, калеча судьбы других людей. Так? Не будете использовать это для финансовой какой-то своей подоплеки. Это мы посмотрим дальше. Я наблюдал за вами со стороны. Вы ближе всего были к цели. Сбивало в Нарбате то, что слишком много людей, как бы, да, и энергия со всех сторон, то, что камеры, люди начинают внимание обращать, и ты чуть-чуть начинаешь стеряться. Вы сверлили нас глазами. Мне показалось, что он заходил в магазин, где сотовая связь. Ну, не поднимался, но туда вот он подходил, к этому магазину. Такое ощущение, как будто он искал, где ему лучше остановиться. Вы витали где-то в облаках. Я просто шел, а потом как-то меня перебило немножко всю мою суть. То есть для чего я иду. То есть я целенаправленно просто шел. И потом у меня резкий взор так, как-то в правую сторону пошел. Ну, что-то меня притягивало, так потянуло. Вы, именно вы работали больше на интуицию. Информации очень много там и там. То есть когда я задался вопросом именно этим человеком, что мне он нужен. А вокруг все вот это мешает. Поэтому я ничего не увидел. Вот увидел просто полосу и все. Вы, чем были вы заняты? Я шла по пути. Я вообще в машине довольно четко слышала ведущего. Но потом, видимо, экстрасенсам нельзя вместе ходить. Потому что оно перебивается, общее мнение. Вы тоже прошли мимо. Все идут и все высказывают свое мнение. И там энергетически немножко, получается, теряешь свои мысли, да, свои чувства. Тебя тянет то в одну сторону, то в другую сторону, соответственно. И почему-то, ну, в данный момент времени нас тянуло немножко к другому человеку. Но я думаю, что они были близки совсем очень близко. Поэтому как бы энергетически это чувствовалось. У меня в руках семь листов. Каждый пронумерован. Сейчас каждый из вас подойдет и выберет свой порядковый номер. Прошу. Выбирайте. А теперь одевайте ваши повязки и встретимся на месте вашего первого испытания. Алматы. Парк 28 гвардейцев-панфиловцев. Достопримечательность города. Беззаботные пенсионеры, мамы с детьми, отдыхающая молодежь. Здесь почти никогда не бывает безлюдно. Так было и полвека назад. Алмата в переводе означает «Отец яблок». Да, наш город прекрасен. Но у каждого есть свой, самый дорогой, особенно любимый уголок. Этим уголком уже тогда был парк на Ленина Советской. Тогда здесь еще не было памятника генералу Панфилову, как, впрочем, и стилизованного под боевые знамена входа. Но были ворота. А за ними раскинулся своеобразный сад, где сосны были еще не такими высокими. А на аллеях 2014 тогда располагалась длинная рыхлая клумба и частая цепочка флагштоков. Они должны были спастись, въехав в эти ворота. Сначала они вместе сидели в камине. Потом Анатолий Духович выскочил на подножку, размахивал снятой гимнастеркой, чтобы далеко было видно. Юрий, директор ЧУ, оставался за рулем. Мы смотрели, боже мой, летит маленькая машина, и вот так вокруг машины. Видимо, они старались все-таки найти какой-то выход. Завоз, который вез топливо, у него отказали тормоза. Два солдата срочной службы, они не могли остановить эту несущую угрозу, живую, можно сказать, угрозу жителям города. 140 километров в час по этому оживленному проспекту, 5 километров без тормозов по этому оживленному проспекту, 7 минут страха по этому оживленному проспекту, широкому, полуденному, многолюдному. Там переходила дорогу группа детей, и чтобы избежать столкновения, они свернули и врезались в дерево. Этот подвиг еще долго обсуждали, и не только в Советской Алмате. Очевидцы рассказывали, как маневрировали солдаты, уходя от столкновений с переполненными автобусами и троллейбусами. Родители вспоминали о прошлом, сослуживцы делились планами ребят на будущее. Будем просить, пускай поставят здесь памятник солдату, просто солдату и все, пускай поставят солдату памятник и только. Юрий Деректорчук и Анатолий Духович, они должны были спастись, въехав в эти ворота, но спасли других, погибнув сами. Во второй части программы. Время бежать на работу, опаздывая, что-то вот в таком духе, что суета городская. И почему-то белое, вот мне что-то белое идет. Вот так почему-то все стоит, не могу понять. Так, что стоит? Дом, памятник. Сейчас идет 6, 9, 6, 9, 6, 9, что это? Это мистическое реалити-шоу «Другие». В первой части нашей программы экстрасенсы провалили задания. Им так и не удалось найти и определить, кто будет ведущим проекта. Удастся ли им побороть волнение и справиться с первым испытанием? Задание. Почувствовать энергетику трагедии 68, дать ее описание, добавить подробности. Работать экстрасенсом предстоит завязанными глазами. Время выполнения — 10 минут. Дмитрий, время пошло. 10 минут. Угу. Если что, я вас буду... Не упадете, не переживайте. Нет, это другое. Ну вот здесь вот немножко пошло волнение, такое вот переживание. Ну, время бежать на работу, опаздывая, что-то вот в таком духе, что суета городская. Вы меня извините, Дмитрий. Я просто с той стороны поставил свою руку. Вы отработали ровно, сразу на нее. Я больше не буду делать эти фокусы, ладно? А, извиняюсь. Извините, это вы меня. По сути, ничего особого я здесь не чувствую на этом месте. Вообще ничего ровно идет. Ни кайпой энергетики, вообще ни хорошая, ни плохая. То есть ровно пофигизм идет. Ведущий с другой стороны держался, либо задел, либо держался за этот заборчик. И я, получилось, начал описывать его настроение, его жизненность, его стиль жизни. Потом он, естественно, извинился, что он говорит, я не ожидал, что получится так. И извини. И потом, когда он отошел, я стал уже описывать то, что чувствую я по этому заборчику. А по сути, я по нему вообще ничего не чувствую. Вроде какой-то, ну, какая-то радость, солнечный денек, как вот стоит какое-то весеннее-осеннее. Вот как будто дерево надо мной темни создает. У меня часто видения приходят, почему я их понимаю, именно погодными климатами. Знаете, ощущение такое, что пасмурная погода надвигается, что-то надвигается такое. Ну, это погодное явление, оно так и есть. Спасибо. Вы будете еще работать? У вас 6 минут. Нет, я думаю, не стоит, потому что не вижу я ничего. Я уже потом, когда стал снимать повязку, когда уже все, когда ведущий спросил, это, говорит, ваше окончательное решение. Снимаем повязку. Я увидел под ногами, почти под ногами, немножко дальше. Вот бывает, как милиция делает, когда человек погиб, его обводят белым. Вот тогда я увидел только вот на асфальте этот рисунок, когда только повязку начался снимать. Нам нужны ваши ощущения. Все, что вы видите, чувствуете. Можете двигаться вперед, назад, создавать пасы руками, делать все, что вам будет удобно для работы, касаться земли и так далее. Готовы? Да. Время пошло. 10 минут. Ну, я хочу сказать, что это довольно комфортное место, в котором комфортно находиться. Сказать, что здесь какая-то произошла трагедия, я не слышу, по крайней мере. Возможно, это проверка на вшивость. Вопрос, вопрос. Вы слушаете или как-то видите? Вы сказали, я не слышу. Я ощущаю со спины, собственно. Хорошо. И я не слышу никакой-либо угрозы, никакой трагедии на данное время. Светлана, у вас целых 7 минут. Это целая вечность. Можете еще поработать. Хорошо. Мало ли. Какое-то здание невдалеке, высотное, не знаю, 5-7 этажей, видимо. Типа аллея идем. Так. Какие-то лавочки. Лавочки. Ага. Да. Ну, вот это здание почему-то с правой стороны давлеет. Ну, видимо, какой-то значимости здания. Хорошо. Хорошо. Светлана, давайте дальше не пойдем, потому что мы ушли от нашего, пусть даже вымышленного, но маршрута. Почему-то впереди вижу типа стеллы, что ли, ну, такое какое-то... Сооружение? Ну, из мрамора что-то вот четырехугольное наверх там. Ну, как-то не рядом, а вот подальше от меня. Я почувствовала давящую энергетику вот того здания, в котором находится университет. И почувствовала вот эту стеллу, которая вот большая. Памятник я не услышала. Возможно, я воспринимала здесь и сейчас события. На здесь и сейчас. Окончательное ваше решение, что здесь позитивная энергетика, здесь комфортно, здесь никогда ничего не происходило, здесь отдыхают люди, здесь фонтан. Да, комфортное место отдыха, да. У вас есть еще полторы минуты? Нет, я останусь при своем мнении. Вы готовы снять повязку? Да. Снимайте повязку. Если бы мне указали временной промежуток, можно было бы более подробно рассмотреть ситуацию. Вот так. Мателла, ну вот мы находимся на месте. Будем работать? Постараюсь. У вас 10 минут. Почему-то у меня чувствуется, что здесь плача женщины какой-то идет, поэтому... Плача женщины. Да, мне кажется, что здесь могла какая-нибудь немножко, ну, возможно, какая-то мелкая трагедия будет. Вы можете руками показать приблизительно сторону, просто сторону даже не идти, с какой стороны, по вашим ощущениям? Мне кажется, как-то в этой стороне, наверное. Я не увидела самого происшествия трагедии, но увидела то, что там постоянно плачет женщина. Я думаю, что когда произошла трагедия, там постоянно приходит какая-то женщина и плакала очень долгое время. Кто еще может добавить? Все больше ничего не надо. Сосредоточьтесь, сосредоточьтесь. У вас еще есть целых 6 минут. Я думаю, что место все равно имеет какую-то отрицательную энергию, что здесь все равно что-то происходило. Мне сразу почувствовало, что энергетика несет с собой трагедию, и то, что это место непростое, она несет с собой слезы, трагедию и так далее. У вас 3,5 минуты. Будем работать или будем снимать повязку? Будем снимать это. Ваше окончательное решение? Что-то трагичное произошло, и здесь почему-то чувствуются слезы какой-то женщины. Вы готовы снять повязку? Снимайте. Так как эта трагедия давно произошла, я думаю, что может быть она не несет с самих тела этих людей, поэтому они не являются. И там просто является образ женщины, которая постоянно плачет. Начинайте работать, пожалуйста, время пошло. У вас 10 минут. Я землю могу трогать, да? Можете. Да, Денис, слушаем ваш ответ. Ну, мне здесь не показано ничего, чтобы здесь что-то произошло. Ну, сюда. Часто приезжает много машин. Что-то белое вижу. Белое? Что именно белое? Как платье какое-то, что ли? Что-то белое. У вас еще есть время. 7 минут. У меня аварии не чувствуются. Денис, если вы хотите, мы можем пройти дальше с вами. Да? Можно? Ну, только не забывайте о том, что мы можем вас путать по правилам проекта. Пожалуйста, можете проходить. Все-таки остаюсь на своем мнении. Повторитесь, пожалуйста. Что вы ощущаете? Что вы видите? Я вижу машины, которые сюда подъезжают. Выходят какие-то определенные люди. И почему-то, вот мне что-то белое идет. Как одежда какая-то белая. Вроде на платье похоже. Что-то типа такого. Годы проходят, соответственно, на дороге люди ходят, машины ездят, тоже перебивает это все. Как бы сказать, ну, не будет это чувствоваться. Негативного не чувствую ничего. Хорошо. Это ваш выбор. Вы приняли это решение. Можете снимать повязку. Так как еще это идет и перекресток, это равносильно, что, как бы сказать, когда мы берем два зеркала, садим друг напротив друга. Адские врата. Что-то наподобие этого. Поэтому, если была бы ровная трасса, может быть, еще она бы осталась. А когда оно в разные стороны расходится, поэтому как бы раздуто. У вас 10 минут. Можете приступать к работе. Здесь, скорее всего, какая-то аварийная была. Даже не аварийная ситуация, а авария, скорее всего, была. Сказать, знаете, почему-то все время двойственная информация идет. Чему-то авария однозначно идет, авария. Объясните нам, что такое двойственная информация. Потому что как будто идет погибли-спаслись, погибли-спаслись. Я не могу понять, то ли погибли они, то ли спаслись в этой ситуации. Потому что именно вот какая-то вот группа людей идет, она идет как вот темная. Такое ощущение, как будто друг на друга неслись. Ну, а одни погибли, другие спаслись. Сначала у меня было как вот именно черно-белый. Вот это вот само столкновение. Даже не поняла, что это столкновение. Идет вот белое, идет черное. И вот оно вот мимо этого, но потом чем больше погружаешься, тем конкретнее уже вырисовывается, что здесь произошло. Ну, сначала автоматически, что это авария, ну, поскольку дорога. А когда уже, ну, видимо, попало вот именно информацию на нужную, тогда уже пошло. Хорошо, Оксана, вопрос. А вы рукой не сможете приблизительно показать, как компас это место? Сможете? Попробуйте. Оттуда и вот... Так. Вот это вот место оттуда приближается, оттуда приближается темное. Что? Как? Темное – это те, кто погибли оттуда. Вот, вот, вот туда, вот подальше от меня, вот в ту сторону. Как будто вот с той стороны приближается именно вот темный. Они, скорее всего, погибли. А, а навстречу, так. Вот так вот едут люди, которые погибли. Отсюда на заворот как будто вот много, я не знаю. Что на заворот много? Машин? Нет, нет. Количество людей много, которые не погибли. Вы чувствуете их энергию, да? Да, они светлые все, они здесь, они не погибли. И вот здесь, вот понимаете, как-то вот так получилось. Вот здесь и... Сюда уходит. Как будто вот сюда, вот оттуда ехала, сюда снесло. Вы через себя сейчас это проживаете? У вас нормальное состояние? Ну, у меня сердце бьется, вот именно... Вы себя нормально, Оксана, чувствуете? Ну, нормально себя чувствую, я нормально себя чувствую. Просто я немножко вхожу в другое состояние. Когда хочешь эту информацию читать, все равно погружаешься в те события. И чувствуешь те переживания. Мне сейчас на самом деле не очень так хорошо себя чувствует. Тяжело, но оно как бы, оно проходит потом, через какое-то время. Но сейчас, пока меня вот так вот трясет, видно вот эти вот все вот эмоции, которые были здесь. Но они до сих пор... Удивительно, что они до сих пор тут очень четко. Что-то они сделали так, чтобы спасти вот... Ну, много людей светлых, которые не умерли. И погибли люди. Сейчас скажу. Сейчас идет 6-9, 6-9, 6-9. Что это? Это год, что ли? Нет, это дата какая-то, 6-9 идет. 6-9? Два или три человека погибли. Здесь, на этом месте? А те, которые спаслись, они раз и вот сюда вывернули, вот туда. Туда вывернули. Ну, группа, группа именно. Я не знаю, почему-то группа. Оксана, какие у вас еще есть ощущения к этому месту? Ну, это давно было. Давно? Это давно было. Почему-то 6-9 цифры на дату идут. Может быть, это год, может, 6-е, 0-9. Но это не зима была однозначно. Либо весна, либо осень. Вот такое какое-то. Кажется, что мисс сезонья, потому что жары такой сильно я не чувствую. И холода я не чувствую. Какая-то вот такая погода была. И давно это было. Это давно. Оксана, мы вас поняли. Это ваше окончательное решение? Да, окончательное. Снимайте. Я не знала, что это дети. Я просто видела, что много людей. Я не могла понять, что я думала, в машине это или автобус, или что. Потому что несколько, много человек, именно много. Избивает еще то, что вы думаете, автобусы тут не ходят. Откуда? Почему вот столько много? Непонятно. Вот это вот сбивало. Но то, что конкретно большое количество было людей, это, да, это чувствовалось. На все, про все у вас 10 минут. Время пошло. Хорошо. Первое, что мне идет, вот эти стороны, они как бы шумные. Это как дорога. Но мне почему-то информация тепло пошла отсюда. Первое, что мне выпадает, как бы, я не скажу, что это большое здание. Но оно высокое. Почему-то рядом как будто вот то ли сидеть. Ну, вот то, что скорее всего с двух сторон что-то сидеть можно. Так. Что еще? Ну, то, что шум воды, это ясно. Стоит что-то вот посреди, но это как... Где посреди, можете показать рукой выше? Мне вот так вот идет, сейчас. Вот это направление. В этом направлении что стоит, что вы чувствуете? То ли как памятник, то ли вот что-то такое большое. Ну, вот мне немножко темно показывает, то, что может быть оно темного цвета. Вот это как памятник. Раз, два, три, почему-то ступенька пошла. Не могу понять, почему. Почему? Когда я туда пришла, как бы энергетически я почувствовала какое-то вот здание, памятник. Но почему-то памятник он вот так вот. То, что я увидела, что такое стоит. И памятник увидела, шум как бы здания, все это вижу. Но энергетика того, что там было что-то когда-то, не зашла, не почувствовала. Ассоциации идут в том, что в этом месте много почему-то шелкают фотографии, может быть. Кто-то хочет фотографироваться на фоне, не знаю, шелкают все время. И плюс какое-то энергетическое поле спокойное. Спокойное. Да, прям вот, как будто вот для многих, может быть, это место новое, для кого-то оно как бы даже ничего не значит. Но есть для тех людей, что много воспоминаний, что-то какое-то то ли с праздником связано, то ли вот, ну, приятное, энергетическое, положительное. И воспоминания с прошлого, которые вспоминают люди, им от этого хорошо. Но он почему-то как памятник стоит. Не могу никак больше ничего не вижу, только памятник идет. У вас еще есть чистыми 4 минуты. Вот так почему-то все стоит, не могу понять. Так, что стоит? Дом, памятник? Это как памятник стоит. За ним может быть здание такое оранжевое, либо персиковое. Вот за ним, может, где-то стоит, но почему-то с этим связано, не могу понять. И энергетика этого места? Энергетика спокойная, положительная. Как будто вот где-то он и покой дает, но вот этот шум только мешает. Раньше этого шума такого не было здесь. И это окончательное ваше решение? Да. Вы готовы снять повязку? Да. Пожалуйста. Люди те, которые там погибли, они с чистой совестью, как бы душа их в покое, и поэтому они никого не тревожат, и как бы они спокойно лежат. Поэтому их там и нету. Ну вот мы и закончили наше первое испытание. Каждый видел из вас свои ошибки, свои недостатки и свои возможности. Вы были ближе всего к цели. Такое ощущение, как будто друг на друга неслись, но одни погибли, другие спаслись. У вас был частичный момент определения. Там действительно есть памятник, есть лестничные пролеты, есть здания. Что вы чувствуете? То ли как памятник, то ли вот что-то такое большое. Ну вот, мне немножко темно показывает, то, что может быть оно темного цвета. Вот это как памятник. Раз, два, три, почему-то ступенька пошла. Не могу понять, почему. Вы попали в молоко. По сути, ничего особого я здесь не чувствую на этом месте. Вообще ничего ровно идет. Ни какой энергетики, вообще ни хорошая, ни плохая. То есть ровно пофигизм идет. С вами отдельная ситуация. Мы будем постоянно ходить в позитиве. Ничего там плохого нет. Ну, собственно, мне комфортно. Окончательное ваше решение, что здесь позитивная энергетика. Да. Здесь комфортно. Да. Здесь никогда ничего не происходило. Здесь отдыхают люди. Здесь фонтан. Да, комфортное место отдыха. Да. К вам меньше всего претензий, потому что вы больше всего работаете на картах Таро. Что-то трагичное произошло. И здесь почему-то чувствуются слезы какой-то женщины. С вами, опять же, понятно, вы чувствовали, попали частично в точку. Там действительно останавливаются лимузины. Там действительно свадебные платья. Там действительно щелкают фотоаппараты. Ну, сюда часто приезжает много машин. И что-то белое вижу. Белое. Что именно белое? Как платье какое-то, что ли. Что-то белое. Итак, какие выводы вы сделали с этого? Не суетиться. Правильно. Вы? Рассредоточиться на задании и отключиться от того, что там. Так точно. Оксана, вы оказались ближе всего к Истине. На основании этого я вам даю право выбирать очередность для следующего этапа. Мне кажется, первому Диму, мне кажется, ему будет легче первому проходить испытания. Вторая Натанаэла. Потому что, мне кажется, ей нужно все-таки... Перекипает она немножечко, да? Да, ей нужно дать первую пускать, ей будет тяжело. А время немножечко собраться. И потом свет. Хорошо. Спасибо. Вы не против быть у нас последней? Я не последней, а последней. А, вы у нас будете... Нет, не против. Вы сами видите себя? Ну, наверное, последнее. Раз уж мне дать возможность выбрать, приходится, если я на последней. Вы уверены? Уверены. Спасибо вам. До встречи на следующем испытании. Смотрите далее. Мне профессиональным, возможно, спортом занимался. Есть немножко ущемление. Позвоночное? Угу. Рядом я сейчас никого не вижу. Кто-то рядом был, но какой-то был очень тяжелый конфликт. На душе вам тяжело после разрыва. Как-то очень тяжело разрыв произошел. Не надо бояться. Не кусаюсь, даже не царапаюсь. Когда-то настоящего труженика выдавали рабочие мозоли. Теперь в век глобализации спектр профессий расширился. Гораздо больше специальностей связано с интеллектуальной активностью, а не физической. Поэтому определить на глазок, чем зарабатывает на жизнь тот или иной человек, стало сложней. Энергетика человека может многое о нем рассказать. По крайней мере, так утверждают эзотерики. Мы решили проверить это утверждение и выбрали пять нетипичных представителей той или иной профессии. Задание. Определить, кем работают статисты в настоящее время. На выполнение этого задания экстрасенсам дано 10 минут. Со здоровьем связано отчасти. Говорю, как надо, как не надо. Что лучше, что нет. Он у меня идет вот в данный момент, как у него отдых идет. Отдых, как понять отдых? Сейчас отдых, вчера отдых. Бросил работу, надоела ему работа. Нет, нет, вот как будто вот отпуск идет. Вот как будто вот на какое-то время решил отдохнуть от работы. Приблизительно его специализация. А можете указать его возраст? Лет 26. Хорошо. А характеризовать я пока никак не могу. У меня обратно же костюм идет. Но не охрана. Вот просто идет вот костюм. Вот этот человек не охранник? Нет. Не знаю почему. Не идет охрана. Бизнесмен? Нет. Направляю, учу, обучаю. Сферу я не могу сказать, но я думаю, что вот он тоже что-то связан с дорогой. Может быть он временами, может быть, работает водителем еще что-нибудь. Работает водителем? Угу. Временами с дорогой. Ну крепкий, может быть. Водитель-дальнобойщик или еще что-то, да? Ну да, что-нибудь такое, соответственно. И душу вкладываю, и сердце. Он, получается, каким-то видом спорта занимается. По нему видно, что он крепкий парень. Так по тому тоже видно, по нему не скажешь, что он занимается. А если еще и две смены, то это уже как вредное производство. Надо противошумовые наушники. Ну, вы водитель, типа доверенное лицо человека, на которого работаете. Он вас конкретно доверяет и ставит на вас, на то, что вы как бы закрываете ему спину. Причем он поощряет вас премиальными, когда вы его возите в запозлаченные места. Когда встречаю, они мне говорят по имя и отчеству Егора Николаевича. Работа почему-то у него все время движения. Бумаги и движения. Бумаги и движения. Как будто с одного помещения к другому. Ну, как представитель, что ли. Ну, ездит же вот это все такое. Человек очень скрытный, как бы все в себе держит. Быстро, все легко воспринимает. Долго в себе держит. Обижаться не умеет, даже если захочет, не получит. Непрофессиональным, возможно, спортом занимался. Есть немножко ущемление. Позвоночник? Угу. В магистратуру собираюсь. Третий год. Больше какая-то менеджерская работа. Менеджерская? В смысле, с кем-то договориться, с кем-то вот такого плана. Что-то на фирме, да? Ну, может быть, да, это фирма. Но вот постоянно с тем нужно поговорить, с тем нужно поговорить. Вот постоянно с людьми нужно общаться как-то вот. Их как бы между собой. Координировать их работу, что ли. Как будто вот менеджер какой-то главный. Ну, очень любить заниматься спортом. По нему видно. Ну, да. Научите? Не, ну, это непрофессионально получается. Вот именно как любитель. Не занимается вот, не занимается ни тренерской работой, ничем. Нравится заниматься спортом. Именно вот сам для себя любитель. Ну, да. Я создаю из многих маленьких кусочков нечто невообразимо, по моему мнению, совершенное. Вас конца вот? Мария. Очень похоже на офис новоработника. Она почему-то вот мне идет такая вот информация. Именно белая рубашка, темный низ. Вот у нее юбка темная. Вы так видите ее основное одеяние? Да. Как форму одежды? Да. Я каждый день вижу кровь, кишки, мозг. Мне кажется, в плане, вот эта девушка еще в плане работы себя еще не нашла. Не нашла себе работу. Ну, да, еще в плане работы она еще не определилась. Разорванные на части дела, оторванные конечности. Разорванные на части дела, оторванные на части дела. Не надо бояться, не кусаясь, даже не царапаясь. Так, в общем, вот эта девушка получается что-то с офисом связано. Какая-то офисная работница. Я вижу плохих и хороших людей. Людей, которые попали в ситуации различные. Вы работаете где-то в офисе. Возможно, менеджер. Ну, работа с документами и офисный стол вижу. Я вижу, как люди крадут, как люди убивают, как люди заканчивают свою жизнь. Самоубийство. В магазине одежда почему-то выпадает. Вот это все идет. И это моя работа. Я люблю ее. Такое ощущение, что у вас вот дома как-то очень много вы занимаетесь. Что-то делаете своими руками, вот какое-то творчество. Очень вас это увлекает. И какой-то есть такой уголок, вот вы там сидите и что-то делаете. Но у вас времени на работу мало. Чем-то вы дома, может быть, с ребенком, может быть, что-то дома вас держит. И работаете неполная занятость. Такое ощущение, что что-то связанное с праздниками, что ли. Какие-то на улице какие-то мероприятия. Вот что-то с праздниками, кажется, связано. Потому что именно информация, что вот дети, дети, что-то очень много детской энергетики рядом. Поэтому мне кажется, что, может быть, ребенком заняты. И, может быть, именно какие-то вот как утренники. Что ж тут такое организация праздников. Я псих. Моя работа связана с людьми. Девушку я вижу что-то вот общее. Вот как стюардессы для самолета идут. Вот что-то сфера обслуживания. Что-то где-то вот. Девушка в сфере обслуживания. Да, именно сфера обслуживания. Как вы это почувствовали? Расскажите. Даже сейчас вот я смотрю, она стоит так, как вот я как зайду. При входе стоит девушка, которая может вам помочь. Может быть, вам подсказать что-то. Вот у нее что-то вот такое вот идет. Вот в этой сфере. Если у них какая-то проблема, они к нам приходят. Мы их расспрашиваем. Узнаем все. И затем уже как помогаем им. У девушки что-то падает. Либо что-то у нее падает, что с деньгами связано. Либо она в торговой сфере работает. Либо в банке. Ну что-нибудь такое. Потому что деньги, дорога падает. Ну в общем, что-то такое связано. Вот она мне понравилась. Она замужем или нет? Смотрите, какая красивая. Карта говорит, у нее сердце занято. Конкретно сейчас, например, моя профессия связана именно как с психическим состоянием человека. Если хотите, можете комментировать свои действия. Основное условие проекта – определение специальности этих людей. Не образование. А кем на данный момент они могут работать? Что-то у нее что-то с самолета идут. Видите самолет? Угу. Не знаю, с чем это сравнить. Не скажу, что она как бы стердес или не стердес. Но что-то самолет и самолеты пока не поймал. Мне моя профессия нравится. Она раскрыла именно другие стороны человеческой души, человеческого общения. Офисный работник однозначно с высшим образованием, знающий о себе цену, стремящийся вверх по карьерной лестнице. Но преуспевающий в этом… Помните, я вам говорил, что задание может быть с подвохом? Считываю то, что идет информация. Причем больше банковская служба идет, вот, как-то документы и деньги. Абсолютно по-другому теперь, например, я смотрю на людей. Одна рука все время движение, ну, как, типа, как печатает или компьютер постоянно так. И монитор. Возможно, это либо банковский работник, ну, что-то такое, потому что все время перед глазами монитор и печатает. А человек, каждый человек достоинный будет. Такое ощущение, как будто вы работаете с аудиторией, вот, вы стоите, напротив вас люди, вы им что-то говорите, что-то вот… до них доносите какую-то информацию. Или, может быть, вы недавно сдавали экзамен. Потому что вот не могу четко определить, это вот именно ваша профессия, или вот просто последнее время у вас очень много было вот именно вот такого какого-то общения. Людей, конечно, люблю. Я работаю в сфере производства. Знаете, я вижу офисный вид у него, то есть это вот белая рубашка, костюм. Белая рубашка, костюм, вы уверены? Может быть, охранник какой-нибудь, ну, в серьезной организации, вот. Ну, вот белая рубашка и костюм у него идет, темный костюм. Вот так вижу, серьезный стиль у него. Я, в частности, работаю с документацией. Я ему не могу сказать, именно чем он занимается, но тоже сфера, то, что я могу сказать, то, что не физическим трудом работает, а умственным. Не физическим? Нет, больше умственным трудом. С четким введением документов и с общением с людьми. У вас спортивное прошлое, Арсен? Тренерская работа и вождение, возможно, что-то связано с охранной системой? Или вижу провода и, может быть, охранные установки или сигнализация, вот эта тема. Материальное положение, ну, надо стремиться к лучшему. Человек стремится, и причем достаточно упорный, потому что все-таки спортивное прошлое дает о себе знать. В частности, работаю с документами и людьми, постоянно перемещаюсь в работе, но не сижу в офисе, не являюсь офисным сотрудником. Руки вместе не держите. Не знаю, ну, вот то, что само по себе его тело говорит, ну, как вышибало, не вышибало, вот прям стоит и все возле здания. Это не охрана, но он стоит вот возле здания большого. Он как будто вот провожает, встречает человека, ну, рядом как, как их, ну, телеохранитель или как, вот такой вот. Но в данный момент, возможно, у него работы нет. И моя работа находится в четком видении процесса. С машинами что-то связано, с машинами, или вы раньше были как водителем, что-ли, что-то вот ездили по машинам, с машин к машинам, к машинам. Здесь я сошиблась с машинами. Не связана работа с машинами, просто как-то вот очень много передвижений было по машинам. Может быть, вам, может быть, просто нравится ездить на машинах. Это не работа, не связано это с работой. Я постоянно в движении. Ну, я, наверное, хиппи в душе. И вот вижу, что, в принципе, он так и водит машину. Как вот сегодня он водил машину, так вот он ей и занимается машиной. Вот вообще у меня, в принципе, вот эта рука почему-то информацию дает. Именно с помощью нее, поглубже, чтобы больше информации. Ладошка – самый край. Я люблю мощные моторы, красивых девушек. Мне кажется, что он мог бы быть юристом в будущем. Да. Мог бы, имя не надо вам? Нет. Точно? Да, все. Семь лет назад я закончил институт. Вам порядка 25 лет. Вы недавно закончили учебное заведение. Ищите работу, но то, что вам предложили, вас не устраивает. Материальное положение. Вам нужна квартира. Нужны деньги. Работа так, которая имеется, не устраивает. А в перспективе карьерный рост и желание подняться довольно высоко. Хотя по судьбе у вас сложится через семь лет. Вы достигнете чего вы хотите на сейчас. У меня масса свободного времени, куча друзей. Энергетический человек очень спокойный, очень серьезный, очень строгий. Если что-то ему доверить, он будет по жизни это в себе держать. Никогда никому нигде не расскажет. Даже ни при каких условиях. Как бы доверять этому человеку можно. Поэтому что-то у него было в конце января, в начале февраля. За что-то он сильно переживал. Возможно, стресс. Может, работу какую-то потерял. Либо что-то такое, из-за чего-то он сильно переживал. Сейчас как бы есть работа, но я не вижу, чтобы она официально по бумагам. Но он где-то вот зарабатывает. Но вот официально не вижу нигде. Почему-то по бумагам не увидела ничего. Мне нравится мое времяпровождение с 9 утра до 6 вечера. Вы с техникой, с компьютерами работаете. Много компьютеров присутствует. Вот именно в вашей жизни все время компьютеры, компьютеры. Сидите вот за столом, как-то вот сгинаетесь. Вот с компьютерами больше. Сейчас, да? Да. Вот в ближайшее время. В ближайшее время, да. Компьютеры, наушники. И что-то вот знаете, как-то вот возле компьютера посидели, раз отбежали. Возле компьютера посидели, раз отбежали. Все время вот так вот почему-то. Рядом я сейчас никого не вижу. Кто-то рядом был, но какой-то был очень тяжелый конфликт. На душе вам тяжело после разрыва. Очень тяжело разрыв произошел почему-то. Спасибо. Спасибо и вам за участие в нашей программе. Испытания на сегодняшний день закончены. Когда подошел к первому экстрасенсу, это вообще не было ни туда, ни сюда. Он не попадал, да, там. Ну, в смысле, от него никакой энергетики не ощущалось. Единственное, с толку сбивала рука, скажем так, парня. Парня, конечно. Дениса, вот которого руками вот так когда водил, он сбивал с толку, потому что он перед лицом вот так маячил. Да, он мне чуть лоб. Молбу дырку не сделал, пока водил. Мне кажется, что некоторые пытаются как-то свои дедуктивные методы развить и уже по внешнему виду определять. Изначально, как бы, условно, что сбивать с толку экстрасенсов. Взбивали с толку тем, что я, например, стоял, как вот, в армии, да, так по стойку смирно поставили. Но суть в том, что они обращают внимание на внешние признаки человека, но... Даже одевается, ведется. Берет за руку, например, прощупывает по пульсу. Если не учащается пульс, то, может быть, он где-то рядом ходит. Если не учащается, тогда уже... Тогда далеко. По анаре говорили о том, что она в банковской работе, но она выглядит, как на банковской работе. Либо как СЄРД, СМРД. Внешние все, да. Я, походу, выгляжу как безработник, как фланктон и как девушка, которая ищет выгоду. Осталось найти этого мужчину, за которого нужно выйти замуж, чтобы поправить свою социальную жизнь. Ощущалась только, когда подошла вот эта тифра. С сиренем, да. Да, она когда начала вводить руками, такое вот... Ощущение было как будто... Мурашки. Нет, я обещу. Вот как картинка, как будто перед глазами картинка рябит от того, что тренировок. Рядом с руками проводит, и по ощущениям было вводит. Похоже, что человек чувствует... Но у всех остальных такое ощущение не произойдет. Я верю, что такие способности есть. Но... Но не у всех. Не каждого. Не только интуиция, но логично, что... Раз уж мне два экстрасенса сказали, что у меня это есть, то мне должно это быть. Итак, подошел к концу наш первый съемочный день. Спасибо вам за участие. Я принял ваши ответы. Сейчас отдыхайте, другие. Набирайтесь сил. Последнее испытание осталось без ответа. И это не просто так. Я не буду томить участников неизвестностью. Я хочу, чтобы вы испытали свое шестое чувство. Посмотрите еще раз внимательно в их лица. Кто есть кто. Если вы не успели рассмотреть, этот выпуск уже есть на сайте телеканала. Свои ответы вы можете присылать к нам на почту. Или писать нам в социальных сетях. До свидания. Увидимся на следующей неделе в это же время. Смотрите в следующем выпуске. Все кости ломят. Какой-то внутренний жар идет. Прям все жгет внутренне. Губы сушат. Здесь вот где-то поблизости был несчастный случай. Вот то, что я говорил, три человека погибли. Но они вот где-то здесь рядом, вот где именно, понять не могу. Дальше идет страх. Ну, плохая структура. В смысле, не для жизни она. Ай, как хоро-люхот. Спасибо вам. Сейчас отойдет. Давайте воды. Юленька, дайте воды. Юленька, дайте воды.